Перед монитором устают глаза, перенапрягается нервная система, идут нарушения сна, головные боли и так далее. То есть дистанционное облучение это вещь вредная во всех отношениях. Она может применяться, ну может быть там, не знаю, для двух, там, пяти процентов, у которых, ну там, я не знаю, и самые отдаленные села и деревни, просто там на вертолете нужно человека возить, да? Или если тяжелейшая инвалидность у человека, ну и физически нет возможности присутствовать на занятиях, да? Там может быть какие-то еще исключения, но именно исключения, как правило, не может быть это всеобщим. Это категорически недопустимо, это явно вредительство самое настоящее. Да, эту статью уголовную за вредительство в свое время отменили, хотя в Советском уголовном кодексе она была, и сейчас нужно, видимо, возвращать ее, потому что то, что делается, ну очевидный ущерб наносит просто и здоровью нации, и ее будущему. Поэтому сейчас вот идет целая череда мероприятий. Мы с вами провели отличную встречу с депутатами на площади Гагарина 21 ноября. Значит, очень много людей было, все категорически выступили против так называемого дистанта. Значит, сегодня мы с вами здесь подаем, соответственно, наше обращение в мэрию для того, чтобы правительство Москвы тоже это услышало. Завтра в Государственной Думе будет круглый стол. Впервые за многие месяцы нам удалось добиться, наконец, прорываясь через все эти коронавирусные заслоны, да, совершенно избыточные. Ну вот, проведение круглого стола будут представители, опять же, и преподаватели, и родители, вот, представители разных фракций поддержат нас в той или иной форме. Поэтому мы и на этой площадке, на площадке Государственной Думы тоже возвысим свой голос против этого дела. Вот, мы будем голосовать против этих инициатив, когда они будут, соответственно, выноситься на рассмотрение. Вот, но нужна ваша поддержка, дорогие друзья, потому что, как показывает практика, политика – это там, где миллионы. Вот, когда будет, так сказать, вся Москва с нами, да, когда будем мы выходить на мероприятия за защиту наших интересов, будущего нашего народа, так же, как сейчас выходит на бессмертный полк, вот тогда у нас с вами в стране многое поменяется к лучшему, поверьте мне. Поэтому мы благодарны всем, кто сегодня пришел поддержать, кто сегодня выразит свое мнение через подачу соответствующих заявлений. Но на сегодняшний день ни в коем случае мы не закончим это и будем вместе с вами и дальше бороться за то, чтобы у наших с вами детей было будущее. Так, спасибо, вместе обязательно победим. У нас очень часто и очень активные женщины, матери, сестры, у нас есть движение «Надежда России», которые активно занялись вопросом дистанта и противодействия этому безобразию, честно говоря, преступления. Нина Александровна Астанина, здесь вот лидер движения по всей России, пожалуйста, я бы хотел услышать ваше мнение. Нам важно, как депутатам и родителям Москвы в том числе. Нина Александровна, пожалуйста. Я вас, наверное, сильно удивлю, пока мы вот с вами обсуждаем здесь вручение мэру Собянину нашего требования об отмене дистанта. Все-таки депутаты Государственной Думы, невзирая на наши с вами протесты, сегодня включили в повестку дня «Единая Россия» вопрос о дистанционном обучении. Он номер 56-й имеет в повестке дня, самый последний, но что-то нам подсказывает, что всегда, когда хотят протолкнуть закон, ставят закон последним, ждут, когда разойдутся депутаты, с тем, чтобы оставить одну минуту ровно для голосования, оставить нужных людей в зале. Знаете, сегодня депутаты нашей фракции, те, кто пришли встретиться с вами, Денис Парфонов, Олег Ирашкин. К сожалению, сейчас на торгово-промышленной палате выступает Геннадий Андреевич, там тема «Международный день борьбы с коррупцией». Но он буквально два дня назад публиковал заявление, направил его президенту, правительству, всем министрам заявление о том, что наша фракция, Коммунистическая партия, категорически против и дистанционного образования, термин, который не употребляется здесь, и против перехода на электронное обучение. Поэтому позиция наша тверда, она неизменна. И чтобы вы понимали, почему мы выступаем сегодня против этого закона. Не надо видеть в нас людей консервативных, которые против смартфонов, которые, я не знаю, против компьютеров. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что нынешний закон базового образования, который протолкнула та же «Единая Россия», содержит норму электронного обучения. Поэтому принятие любого другого закона является на сегодня избыточным. Два министерства, Министерство образования, Министерство просвещения, уже имеют право сегодня разрабатывать условия введения электронного обучения для детей. Ну, мы же, женщины, прекрасно знаем, что дети-то разные. Есть дети больные, есть те, кто уже заразился коронавирусом. Пожалуйста, конечно, эти дети в паре получать образование по дистанту. Но я хочу сегодня сказать, с позиции учителя, поверьте, я сама преподаватель вуза с 20-летним стажем, сегодня учитель тоже поставлен примерно в такую же ситуацию, как врач. Тогда скажите, почему по всей стране разворачиваются восстановления всех, строятся новые там больницы, всякие комплексы? Почему мы, закрыв сегодня школы, создав вот эти многодетичные холдинги, как в Москве, мэр гордится тем, что 3 тысячи, там, 5 тысяч детей, начиная от детского сада и заканчивая старшепластниками? Нет. Маленькие школы, занятия с небольшими группами, полгода прошло. Верните учителя в школу, дайте возможность учителю общаться со своими учащимися. А для этого надо отнестись к учителю-преподавателю так же уважительно, как и к врачу. Почему к врачу сегодня есть доплата? Потому что он работает в тяжелых условиях, а учителю нет. Поэтому наша фракция будет завтра организовывать этот круглый стол, требовать, чтобы власть сегодня повернулась лицом к нашим детям, повернулась лицом к вам, родителям, и к учителю. Понимаете? Надо поставить учителя-преподавателя на такую высоту, на которую стоял 30 лет назад. Вот за это мы будем с вами бороться. За права детей, за права учителей-преподавателей, за права родителей на достойное образование. Спасибо. Уважаемые товарищи, мы сейчас организуем сдачу заявлений родителей, москвичей, депутатов, мэру. Мы делаем это открыто. Мы не прячемся там по кухням, не разговариваем. Мы не прячемся за кулисом. Открыто, честно говорим нашу позицию. Верните детей в школу. Верните детей в школу. И это главное требование. Все остальное можно решать в текущем моменте. И законами, и всем остальным. Пришло время не просто бороться, а драться. Я говорю, вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. За детей, за школу, за образование, за нашу родину. Вот этот лозунг сегодня главный. Поэтому мы сегодня очередной шаг делаем, значит, и открыто требуем от мэра, значит, отменить дистанционное образование и вернуть детей в школу. Все, спасибо. Товарищи, выстраиваемся по два-три человека, я вас очень прошу. Руки, заявления. И вот здесь вот, вот эта вот комнатка, куда заходите, ставят заявление, сдавайте. Давайте, быстро и лезь, быстро и лезь. Два-три человека, пожалуйста, выстраиваемся. Мы выходим из Москвы, куда сегодня представители родительского движения пришли подавать заявление против дистанционного образования детей. Отступительные речи представителей фракции КПРФ в государственной думе выступали, Геннадий Тойин, Валерий Рашкин и Денис Парфенов. Вот они попросили, Валерий Рашкин попросил, чтобы родители выстроились подвоя вдоль стены мэрии для подачи заявлений в приемную. Здесь очень много сотрудников полиции, стоит автозак. Уважаемые граждане! Каждый принес индивидуально свое заявление. Родители Москвы в лице председателя общественной организации подали заявление сразу от всей организации. Мы уже все подали, все хорошо. Благодарим за внимание, благодарим за возможность осветить эту проблему. Она стоит очень остро. Наши дети взывают о помощи. Наша обязанность как родителей помочь им. Потому что только родитель несет ответственность и приоритет в воспитании детей. Мы не знаем. Мы полагаем, что люди будут идти, наверное, весь день. В общем-то, все когда могут, тогда и придут. Да, 26,5 тысяч подписей было собрано под обращением к нашему президенту. Мы подали это заявление от общественного движения «Родители Москвы» еще 18 ноября. Сейчас ждем ответ. Надеемся на скорейшее возвращение детей в школы. Есть на это у нас надежда? Однозначно у нас надежда есть. И мы считаем, что только возвращение детей в школы скорейшее будет являться решением вопроса. Потому что мы считаем, что на данный момент проводится незаконный эксперимент. И мы категорически против этого эксперимента. Все это запрещено в Конституции. И мы не желаем, чтобы наши дети участвовали в эксперименте. Мы получили разъяснение от Министерства просвещения. Там так и написано. Идет эксперимент и будет идти до 2024 года по внедрению цифровой образовательной среды. Мы категорически против. Дети страдают. Очень тяжелая обстановка. Здоровье физическое, психическое детей. Нагрузка. Все это возмутительно. И мы не видим никаких причин. Во многих других странах этот вопрос решен. В Петербурге этот вопрос решен. Родителям дано право выбора. То есть, кто хочет, остается дома. Кто хочет, посещает школы. Вот именно такой вариант мы считаем справедливым и демократичным решением проблемы. Очень надеемся на взаимодействие, на диалог с властями. Очень надеемся на решение положительное нашего мэра, нашего президента. Очень просим, умоляем, взываем. Это наша обязанность. Мы, как родители, не можем поступить по-другому. Позиция учителей, в основном учителя говорят, что они подневольные люди. Как им сказали, они так и делают. Ну вот, некоторые учителя к нам присоединяются, да. Завтра будут парламентские слушания в Государственной Думе, посвященные вопросу дистанционки. В 14 часов будет прямой эфир. Приглашаем всех послушать трансляцию. Будут выступать очень многие известные спикеры, блогеры, общественные деятели. Надеюсь, что это мероприятие поможет нам в защите интересов наших детей. Светлана Кассина, общественное движение «Родители Москвы». Кассина, спасибо большое. Спасибо за поддержку. До свидания. До свидания. Уважаемые граждане, визителенные прозвучки. Обычно запускают по несколько человек в приемную для подачи обращений. И поэтому все выстроились в такую длинную очередь. И это продолжается. Уважаемые граждане, соблюдайте деталь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще я хочу сказать Вот значит у нас борются с коронавирусом все на свете Сейчас дети на дистанте Покажите мне школу, в которой приняты какие-то меры Допустим, закуплены в этот период Допустим, закуплены в этот период бактерицидные лампы, допустим Да, вот что-то такое очень важное, что действительно будет оберегать наших деток А так, один ребенок из всей семьи сидит дома как заложник Родители работают, бабушки, дедушки бегают по своим делам Младшие детки учатся в школе А этот кого оберегает? Скажите мне, пожалуйста Ну что вот это такое? Не, ну вы понимаете, на детях очень хорошо экономить То есть это такая безответственная аудитория Давайте на детях сэкономим Все у нас открыто, все рестораны, все магазины открыты В европейских странах школы закрывают в последнюю очередь Потому что они не хотят, чтобы дети стали жертвами ковида А у нас же взяли и закрыли школы Ну, везде свои приоритеты, видимо Но это денежный вопрос, вот и все Все это давно понятно, просто уже надоело, честно говоря Уже надоело, что уже на детях экономят На нашем поколении ладно уже И пенсии у нас не будет, и все такое прочее Мы же смирились Но дети же не могут за себя постоять Нужно хоть совесть иметь в конце концов И складывается впечатление, что эту московскую электронную школу Просто отрабатывают, определяют воспользовавшись ситуацией Она никому не нужна, и качество образования от этого лучше не станет Невозможно дистанционно обучать людей, потому что необходима мотивация Мотивацию может дать ребенку только педагог Для этого должно быть личное помене Все нужно понимать, что не просто это преобразование А идет слом традиции, идет слом образования Классической системы образования Продолжаем 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 Те, кто управляет странами Хотят разъединить людей, разобщить людей И образование это некий рубеж После которого уже будет другой формат личности Это будут некие биороботы Это не фантазия, не конспирология А сегодня объективная реальность В рамках которой планомерно идет реализация проектов Например, форсайт образования Форсайт компетенции 2030 Форсайт образования 2030 Которые внедряются Высшие школы экономики разрабатывались Сколково фондом разрабатывались При участии агентства стратегических инициатив При участии Сбербанка Все эти инновации Разрабатывают, во-первых, коммерческие структуры Которых государство или имеет долю И не имеет отношения Это очень важный вопрос Мы сегодня даже теряем понятие государственности Когда даем частным компаниям каким-то Разрабатывать те стратегии По которым потом государство Меняет систему образования Ну бред полный Поэтому вы все должны задуматься И осознать, что Мы не против цифровых технологий Цивилизация развивается Да Но цифровизация И цифровые технологии Должны быть дополнением К классическому формату Социального института Потому что Школа, повторюсь Это социальный институт Где дети Первая любовь в школе Первые драки Первые коммуникации То есть Личность сформируется Вырабатывается У каждого ребенка Понимание Как он встраивается в эту систему Задача этой Получается Можно как рассуждать Что этими реформами Они уничтожают этот социальный институт То есть Например Возьмем VR-технологии Что такое VR-технология Это 3D виртуальная реальность Это все прописано В этих программах Вот например Они собираются внедрить VR-технологии В систему образования В рамках которой Будут некие шлемы У детей Они будут в рамках игр Геймификации Проходите обучение Иди подачи Граждане Дистанцию наберите Дистанцию Проход для граждан Оставлен В интервью В две стороны Зайдите Не мешайте проход от других граждан Селезнев Андрей Член Совета Левого фронта Поэтому друзья Мы должны объединяться В руках левопатриотических сил Которые реально За реальный социализм За реальное построение Социального общества Даже возьмем эти Меры поддержки например Левый фронт что предлагает Каждому выплатит Кто даже возьмет коронавирус Кто заболел коронавирусом Ну почему не выплатит По 15 по 25 тысяч То есть вернемся к образованию Еще раз Мы должны понимать что Я пример VR технологии привел Что VR технологии Внедрение этих шлемов в школах Которые планируются Это все прописано в стратегиях Никакие не фантазии Приказы Постановления Минпросвещения и так далее Где будет проходить Урок географии например Будет проходить форма Некого ландшафта В 3D моделировании Дальше Предлагается Внедрить нейроинтерфейс Что такое нейроинтерфейс То есть это Коммуникация Стимулирование головного мозга И развитие неких частей головного мозга Чтобы Развивались когнитивные возможности У ребенка Да это может быть хорошо Это в медицине используется Но мы должны это контролировать Это не должны Частные конторки это делать Поэтому это подводит другую формату Общество должно задуматься О системе принятия решений Чтобы контролировать Внедрение этой технологии Это же не должны Частные организации делать Потому что Какое будет будущее Создадут цифровые платформы Цифровые платформы Будут кому принадлежать Сбербанком И частным организациям Они даже их называют В своих стратегиях Люды ардеры То есть это Будущие владельцы Этих цифровых платформ И когда ваши дети Когда будут Школы уничтожены Это же приведет к уничтожению Школы Когда ваши дети Захотят обучаться Будет только дистанционное обучение То это будет все платно Вы должны понимать Все эти шлемы Технологии Электронное образование И так далее Это же должен кто-то оплачивать Поэтому задумайтесь Друзья Именно сегодня тот рубеж Когда все должны Объединиться вокруг Левопатриотических сил Которые против этого И активных граждан Поддерживайте Общественные организации Поддерживайте Всех активистов КПРФ Поддерживайте Чтобы Вы должны приостановить И поменять формат А как бороться с этим? Один из основных решений Это внести в федеральный закон 273 Об образовании Положение о том Что советы родителей Будут утверждать Различного рода инициативы От частных структур Например В городе Москве Можно создать совет родителей Или экспертный совет Который войдут родители И который будет утверждать Все инициативы Все законопроекты Постановления Которые предлагаются Внести реформирование В систему образования Да это возможно Новый формат Но без этого Мы не сможем ничего остановить Да мы будем Народ против Да народ выходит Но нужна некая нормативно-правая база Некое основание Некий проект В рамках которого Общество будет определять Всякие хотелки Нужды Или инициативы В дополнение скажу Я так как я являюсь Представителем Левого фронта Вот обратите внимание Какие меры поддержки Сегодня осуществляются Ну какие Перекредитование От срочка налогов Или от срочка платежей А на самом деле В бюджете Триллиона Только 600 миллиардов Золотовалютных резервов 13 триллионов фонда национального благосостояния Взяли бы элементарно То что предлагает Например Левый фронт Выплатить каждому больному Который болел ковидом По 25 тысяч рублей Единоразово Нормально-нормально Сократить на 50 процентов Стоимость тарифов ЖКХ Нормально-нормально Вот вам яркий пример Того как левопатриотические организации Показывают как они Работают ради общества И готовы жить ради общества Поэтому объединяйте срок В другую часть Ладно Хорошо Ладно, все, тогда на связи Уже больше Ну это космическая цифра Вы уже подали заявление? Нет, я только буду подавать Вы стоите в очередь, а? Да, в очередь В чем по вашему основная проблема? Основная проблема с образованием? Во-первых, качество образования Продает Во-вторых, самое главное Это здоровье детей То есть здесь и зрение садится И слух садится И проблемы, скажем С опорно-двигательным Да Вот И то, что они не гуляют И, честно сказать Я не знаю, что делать То есть это связано с тем, что И все людей вынуждены сидеть в квартире Да, да Сутками сидят за компьютером Во-первых, и уроки проходят И домашнее задание Да, это опять компьютер Вот Поэтому я считаю, что это Неприемлемо для детей Такая форма обучения Вот вы заметили по вашим детям? У вас сын или дочь? Сын По нему Настолько на него На его обучение сказалось? Ну, скажем Сын у меня взрослый Не школьник А студент Но здесь все равно проблемы То есть они более организованные Чем дети Да, маленькие Скажем так Шестой, седьмой класс Но все равно Качество образования Очень страдает Учитель тоже дома себя? Тоже дома себя Не только Студентов Но студенты Это тоже те же дети Несмотря на то, что они там достигли совершеннолетия Они все равно пока под крылом родителей Какой он там Вот теперь Такой вот Юридический Инициатор И это не обсуждается Ни в Госдуме Ни в Госдуме Ни в Госдуме Пути воздействия Вы знаете Мне хотелось бы Чтобы у нас не было необходимости Воздействовать на мэрию Знаете Мне очень бы хотелось Да, я наверное В своем уже не юном возрасте Довольно наивно Но мне бы хотелось Чтобы Таких ситуаций Да, в нашей жизни не возникало Когда мы почему-то должны Отстаивать Наше право детей Учиться в школе Вы понимаете Если подумать об этом То это какой-то театр абсурда То есть получается У нас есть право Это конституционное право Мы честные налогоплательщики Но наших детей Не пускают в школу Какое тут воздействие Вы знаете Для меня это Вообще Вся эта история Она кажется Немножко совершенно дикой Да, абсолютно дикой Потому что Это немыслимо Когда детей лишили школы Вот как Представьте себе Детей лишили школы Почему вдруг Да, то есть Говоря о том Что у нас Тяжелая эпидемическая ситуация Но при этом Мы видим Что работает все Абсолютно все Кроме Кроме Школы Да, то есть Младшие школьники При этом учатся А старшим школьникам Почему-то оказалось Что учиться не надо И уже полгода Эти дети не учатся Я считаю Что это вообще Проступление против детей И Представим себе Почти Мэр Москвы И школа говорит Тоже мэр Москвы А Рособранадзор И Министерство У нас есть 273 ФЗ Где говорится о том Что школа автономна И школа сама Принимает решение А школа говорит Да нет же Это мэр Москвы нам сказал Мы читаем указ Мэра Москвы И видим прекрасно Что там на самом деле Нигде не написано Что школьники Не могут посещать школу Ну нет там таких формулировок Нет там таких слов Понимаете То есть получается Что люди Не понимают Что происходит И сделано все так Чтобы нам Было непонятно Как родителям Как гражданам Что происходит И когда это все закончится Самое главное То есть я понимаю Когда идет какой-то карантин Например в классе Заболел ребенок Заболел каким-то Тяжелым действительно Вирусным заболеванием Инфекционным Например гепатит Понятно Что карантин Будет длиться 40 дней Для этого класса То есть мы будем знать Что через 40 дней Совершенно точно Дети выйдут в школу И тогда никаких проблем Потому что есть ясность Есть понимание Того что происходит И это обосновано Но сейчас у нас Каждые две недели Продляем 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 И когда это закончится Непонятно А тем временем Дети теряют свое здоровье Дети лишены образования Дети полностью Вышли из Учебного процесса Нормального Они сидят Часами Перед компьютером Они не общаются Они не двигаются Они набирают Лишний вес Теряют зрение Портятся Осанкой И масса других проблем И хочется понять Что на самом деле происходит То есть мы Что пытаются Эти люди Которые вели Вот такие условия Жизни для наших детей Они пытаются Уничтожить их здоровье Вот у меня такой вопрос Ответа пока что нет Нам говорят Что это Мера которая защищает Детей Но не совсем понятно Почему нужно защищать детей При том что Мы знаем Со словом Уважаемых Представителей Роспотребнадзора Уважаемого Главного Нештатного Педиатра Департамента Правоохранения Измаила Османова О том что Ни один ребенок К счастью Не умер От коронавируса Поэтому Непонятно все таки От чего мы защищаем Детей Такое ощущение Что мы защищаем Детей От образованности От развития И от их нормального От их нормальной жизни То есть дети Фактически лишены Нормальной жизни Они лишены общения И как родители Нас это крайне беспокоит Минькова Минькова Общественное движение Родители Право Мы приводим Как аргументы Различные Исследования Которые Были уже проведены На примере Дистанционного Обучения Весной Но никого это не интересует Меняются Санпины Меняются правила Переписываются законы И хочется спросить Для чего это все происходит При этом нам говорят Это временно Но нам Честно сказать Мы не очень Мы опасаемся Что нет Мы очень хотим ошибаться И хотим Чтобы все таки Никакой угрозы Нашим детям И никакой угрозы Их будущего не было Спасибо Угрожаемые граждане Наблюдайте стальную агитацию Не мешайте проход Другие граждане Они живут Наиболее легко И если задача стоит в том Чтобы Как вы помните У нас Когда кричали Про Карантин Задача не состояла в том Чтобы люди не заболели Задача состояла в том Чтобы все Переболели постепенно Так вот Дети болеют Наиболее легко Многие даже Без симптомов Так было бы разумно Чтобы дети Как можно скорее Переболели И таким образом Во-первых Обезопасили себя А во-вторых Помогли По формированию Коллективного Университета То есть Сажать детей На карантин Это преступление И при том Что детей Сажают на карантин Дети теряют здоровье Дети Практически Перестают учиться А есть уже Несколько случаев Когда старшеклассники Покончили с собой Из-за Падения успеваемости Очень ответственные Дети Это не какие-то там Наркоманы Из Социально Из каких-нибудь Семей Граждан ведущих Социальный образ жизни Это дети Из хороших семей Это очень ответственно Относившиеся К учебе Дети Которые очень переживали Падение успеваемости Из-за этого просто Покончили с собой Дистанционное образование Убивает И при этом у нас При запрете Нормального образования У нас набитый Общественный транспорт У нас работают стройки То есть Главные рассадники Коронавируса У нас работают В штатном режиме В такой ситуации Сохранение Дистанционного образования Это просто Решение Обогащение Застройщиков За счет Здоровья И жизни Наших детей Это преступление Ваши Один Уважаемые граждане Уважаемые граждане Те, кто хочет Входить в школу Один в школу Кто хочет на дистанцию Вчелся Можно ли так Организовать Ну, наверное Да, наверное Можно Для этого Правда Понадобиться Некая Пересортировка Детей по школам Потому что Технически Достаточно трудно Организовать работу Так что Пол класса У вас сидит в классе А пол класса Пол класса Болтается Где-то там В интернете Но В такой ситуации Я полагаю Было бы просто Целесообразно Действительно Переформатировать Классы Если ребенок Учится дистанционно Уважаемые граждане Соблюдаем социальную дистанцию Не мешаем проход Других граждан Когда ребенок Учится очно В школе Это, разумеется Важно Где физически Находится Эта школа Здание Где расположено здание Куда ему надо ходить Если ребенок Учится дистанционно То абсолютно Без разницы Где Физически На кое сидит Учитель Он может вообще сидеть Хоть на другом континенте А поэтому Мне кажется В это Да Целесообразно Было бы Естественно По умолчанию Устроить Устроить Очное обучение Для всех детей Школьников Для всех колледжей Для Для Желающих Учиться Дистанционно Где сами дети Или их родители Хотят учиться Дистанционно Соответственно На время эпидемии Переводить их просто В специально организованные Дистанционные школы Где Ну в общем Можно и классы Увеличить Наверное Ну там уже надо смотреть Но я бы делала Это таким образом Все это можно сделать Уважаемые граждане Соблюдать Все будут довольны Спасибо И мешаем правду Другие граждане Александр Андреев Министерство района Лепортово Уважаемые граждане Убедительная просьба Создать Уважаемые граждане Уважаемые граждане Уважаемые граждане Уважаемые граждане Полиция Просит всех сойти С праздной части Сгоняет Мы сейчас наказ Рашкина передаем От многодетной Которую Выселяли на днях Сделай пожалуйста фотографию Нет я сделаю А чего же Смотрите Меня попросила Ваши граждане Не мешает проход Другие граждане Опускаем Полиция всех Гоняет на тротуар При этом просит Освобождать проход Так чтобы Уважаемые граждане Увидительная просьба Считать социальную дистанцию В общем то здесь и так можно отойти По фото Я покажу Это письмо При этом в этом проезде Это Движение автотранспорта Это 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 Наказ Рашкина Что заплатят Наталья Дубровина Движение авто Как наказ Но Рашкина я не достала И помочь Рашкина передала Наказ Наталье Дубровиной Это написано То есть там Требование Требование От заключения Договора соцнайма На Помещение Которое выделяется 120 квадратных метров Квартиру И выкидывать Сейчас из жилья Эту квартиру Не предоставим Заработанную квартиру Многотепная семья Не предоставим У меня такой вопрос Сколько должно быть людей Сколько тысяч Чтобы власть Я сама знаю Чем вы Я 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 чтобы накинуть взглядом количества людей, которые стоят в очереди. На очереди растянулись где-то на... здесь был входной дверью на метр 60-70. По-прежнему мегафону, заглушая людей, требует соблюдать социальную дистанцию. Уважаемые граждане, соблюдайте социальную дистанцию. Не мешаем проход других граждан. Уважаемые граждане, вы же проску показать социальную дистанцию. Полиция людей здесь, в общем-то, собралось. Тоже часть родителей зашли. Сейчас я уйду. Зашли в подъезд для подачи обращений. Здесь как сотрудники полиции, охраняющие мэрию, как и сотрудник ГПС показал жестом, чтобы я отошел по справедшей части на трекуар. Вот напротив мэрии на трекуаре тоже стоят журналисты. Уважаемые граждане, бесстануívные граждане, мы стандартные недửth. И фью Harimaga organizational урёк транспецдакт. Уважаемые граждане, обязательно соблюдайте социальную дистанцию! приезжайте квадратный сигнал и восстанов amb 1965 calling a Bauma aware of the Japan. Уважаемые граждане, соблюдаюgone социальную дистанцию. Не мешаем проход других граждан. Нет, вы можете не услышать. Крэн darüber забратны Property State Shop. Не мешает проход других гражданам. Продолжается продолжаться будет еще долгая рутинная процедура. Продолжение следует... Из Думы будет прямая трансляция. Попасть, наверное, нам вряд ли удастся на этот круглый стол, но будет организована прямая трансляция на сайте Государственной Думы. И все, наверное, смогут при желании ее смотреть. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию от мэрии Москвы, Тверская-13. Мы находимся в переулке, куда выходит подъезд номер 5, через который подаются обращения граждан. И здесь выстроилась очередь родителей, недовольных в дискуссионном образовании для своих детей, подают обращение на имя мэра. И этот процесс будет идти в течение всего дня. Уважаемые граждане, убедите на просьбу! На этом мы прощаемся с вами, с вами был канал Активатика.